Вы знаете, мы недавно были на дне рождения у человека, человеку исполнилось 60. И на третьем часу празднования вышел поздравлять его нетрезвый друг. И он сказал, дорогой юбиляр, я тебя поздравляю, я тебе желаю красоты, здоровья, счастья, ума, денег, а все остальное у тебя есть. Мы представляем юмористический журнал «Красная бурда», который давно дружит с Юрием Гальцевым. Начинается наш журнал, как правило, с сенсацией. Крупные заголовки из последнего номера. В Санкт-Петербурге полиция ищет хулигана, написавшего на тротуаре перед налоговой. С добрым утром, любимая! Суперсенсация! Энергосберегающие лампочки не застревают во рту. Житель Екатеринбурга завещал свою ипотеку Краеведческому музею. Россия оказалась готова понять, простить и принять чемпионат мира по футболу 2018 года. В Эрмитаже найдена неизвестная каляка Малевича. Парашютист струхнул с высоты 2 километра. Женщина сделала мужчине предложение, от которого он не смог. Прошедшей зимой в Нарьянмаре писающий мальчик спас мальчика, лизнувшего качелей. Шестьдесят процентов женщин имитируют мытье полов. Сто процентов российских мужчин верят порнофильмам. Сорок процентов женщин измеряют своим мужьям. Шестьдесят процентов женщин не доверяют напольным весам. Шестьдесят процентов вегетарианцев не едят мясо. Шестьдесят пять процентов женщин не едят после шести рюмочек. А тем более после восемнадцати. Ну и наконец сто процентов россиян поздравляют Юрия Николаевича Гальцева с днем рождения! Ну а заканчивается наш журнал, как правило, рекламными объявлениями. Несколько коротких рекламных объявлений со страниц журнала «Красная бурда». Импотенция не приговор. Клуб охотников и рыболовов заставит вас забыть об этой проблеме. Приводите к нам вашу жену. Вы девушка и вам не нравится ваша фигура? Приходите к нам. Нам любая нравится. Войсковая часть 10-130. Печи, камины. Кладу семь-восемь дней, потом берусь за работу. Предлагаем дома, бани из оцилиндрованного и о параллеле пижиного бревна. Ну из бруса, то есть. Кладу печи, камины. Печи на камины, камины на камины. Просто кладу на камины или в камины. Опытный адвокат готов выиграть для вас свое первое дело. Ну и последнее объявление. Нужен теплый пол, приду и посижу, где скажете. Ну а самый хороший, конечно, подарок на юбилей человеку, это стихотворение. Все вы знаете, все вы не раз были на юбилеях. Мы подумали, что люди, в общем-то, начинают отмечать самых таких дат 30, там, круглых. 30, 40, а в принципе, ведь много юбилеев в жизни у человека. Например, стихотворение на первый год жизни человека. На первый его юбилей. В этот день уж как хотите, в годовщину славную. Дайте юбиляру Титю, левую или правую. Стихи на 17 лет. В 17 ты сутулишься под грузом прошлых лет. Да, в старости ничего такого прикольного-то нет. На 19-летний юбилей. В 18 ты не понимаешь, как с годами много ты теряешь. В 19 много ты поймешь, но уж 18 не вернешь. Юбилей 23 года. Ты в свои 23 очень много успел, но вот только понять, что успел, не успел. На 25-летний юбилей стишок. Здоровья мы желаем пожелать старушке-балерине в 25. 46-летний юбилей. Тебе сегодня 46, и на груди седеет шерсть. Но в сердце, спрятанном в шерсти, не больше 26. На 60-летний юбилей стишок. Нам никогда не будет 60. А лишь 4 раза по 15, 6 раз по 10, 10 раз по 6, по 30 дважды, полтора по 40, по 5 двенадцать, по 12 пять. Но никогда не будет 60. 65-летний юбилей. Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 65 лет в проезде безбилетном? На 70 лет, на 70-летний юбилей. И пусть не так крепка рука, не строишь замка из песка. Того песка, что в час любой ты оставляешь за собой. Ну и, наконец, на 100-летний юбилей. Как жаль, что немного дворовых друзей к тебе на 100-летний пришли юбилей. Ну и нашему дорогому другу Юре Гальцеву на 50 лет. Тебе сегодня, друг, исполнилось полста. И пусть болят с утра отдельные места. Пускай они болят и ноют и скрипят. Пускай они висят еще лет 50. С днем рождения, Юрочка! Мы тебя очень любим. Знавейте твои.